Папа, папочка, послушай! Я слышал, что акулы на людей нападают. А на нас тоже может напасть? Семилетний Егор ворвался на кухню, осыпая вопросами отца, который допивал крепкий утренний кофе. На Егорке был надувной круг для плавания, а в руках он держал водяной пистолет и ведерко для песка. — Нет, на нас не нападет, не переживай, — ответил Максим. — Я же буду рядом. И вообще, акулы на людей не нападают, это неправда, — уверенно добавил отец. — Папа, папочка, послушай, а мороженое ты мне каждый день будешь покупать? Жарко ведь. — Будешь? — продолжал свои вопросы мальчик. — Буду, конечно же, — улыбнулся Максим, пригладив сыну непослушные кудряшки. — Ну все, топай уже в комнату. Там сейчас мультики по телевизору начнутся, твои любимые. Мысли Максима сейчас были где-то далеко-далеко, в предвкушении отпуска, который они с сыном планировали уже долгое время. Эта поездка к морю должна была стать особенной. Ведь еще когда-то они мечтали о ней вместе с Ларисой, любимой женой Максима и мамой маленького Егорки. Но судьба распорядилась иначе, и теперь они должны были отправиться в путешествие без нее. Лариса погибла в страшной аварии, и это навсегда изменило их жизни. Максим перебирал в памяти все те моменты, которые они провели вместе. И теперь, когда предстояло принять решение о поездке, ему было особенно тяжело. Он знал, что Лариса хотела бы, чтобы они не отказывались от своих планов и мечт, несмотря на все трудности. В это время маленький Егор не в силах больше дожидаться. Когда папа закончит свои раздумья, снова выбежал в гостиную. Он уже предвкушал приключения и новые открытия, которые ждали их впереди. Отец оторвался от своих мыслей и улыбнулся, глядя на сына. Он понимал, что несмотря на горечь потери, жизнь продолжается, и они должны жить дальше. Тем более, впереди у них прекраснейший отпуск у моря. Первый год после гибели жены. Это был сплошной кошмар, трудный и невыносимый. Второй год был совсем не легче, просто пришло осознание, что Лариса действительно ушла и никогда больше не вернется. Нужно учиться жить без нее. Он не имел права опускать руки, ведь теперь на нем была двойная ответственность. Пятилетний сынишка, который остался без своей мамы. В их жизни была сплошная черная полоса. Родители Максима, которым никогда не нравилась невестка, не хотели помогать сыну хоть как-то с ребенком. Отказывались даже от простого общения, не говоря уж о том, чтобы хотя бы посидеть с внуком. Но Максим не обижался. Он видел, какая непростая ситуация была в их семье, поэтому старался не копить в себе обиды, а просто отпускать их. С отцом и матерью он созванивался, но в гости к себе не приглашал, поскольку они всегда отвечали неизменным отказом. Однако своих родителей он любил, несмотря ни на что. И в глубине души еще надеялся, что когда-то их сердца станут не такими холодными. И они примут Егорку, как и полагается любящим бабушки и дедушки. И они все вместе будут ходить гулять в парк, кормить голубей, есть вкусное мороженое. И Егорка будет по-своему счастливым. Максим допил кофе, открыл ноутбук и написал сообщение своему начальнику. И шеф-таки дал ему такой долгожданный отпуск, но намекнул, что такой ценный сотрудник должен всегда быть на связи, поскольку в любой момент может понадобиться его помощь. Максим был не против, не видя никакой проблемы в том, чтобы ответить начальнику на его сообщение. Он был благодарным руководству фирмы за то, что после гибели супруги ему пошли навстречу и перевели на удаленную работу. Благодаря этому он мог сам позаботиться о сыне, не обращаясь к услугам няни. Егор был обычным маленьким мальчиком, который ходил в детский сад. Однако он часто предпочитал оставаться дома, потому что время препровождения с папой было для него намного веселее и интереснее. Максим, в свою очередь, не возражал против такого поведения своего сына. Он давал Егору свободу выбора и даже позволял ему немного капризничать. Когда мальчик проводил в домашних условиях около недели, то уже начинал скучать по своим друзьям и занятиям в детском саду. Тогда Егор сам начинал проситься обратно в садик. И после этого он спокойно ходил туда на протяжении месяца или двух. И так продолжалось по кругу. Неделя дома с папой, а затем несколько месяцев в детском саду. Такая система устраивала и мальчика, и его отца. Егор чувствовал себя счастливым и уверенным, зная, что может выбирать, где и с кем проводить свое время. А Максим лишь радовался, видя, как его сын учится принимать решения и находить баланс между домом и детским садом. Их самолет вылетал из аэропорта после обеда. Поэтому у отца и сына было достаточно времени, чтобы спокойно собраться, не торопясь. Максим взял на себя ответственность за проверку того, что все необходимое было упаковано. Он аккуратно сложил вещи сына, однако решил дать маленькому Егорке возможность самому выбрать личные предметы, которые могли бы понадобиться ему в поездке. И затем упаковать их в его любимый маленький рюкзак. Это был хороший способ научить мальчика самостоятельности и ответственности. После того, как все было готово и проверено, они закрыли дверь квартиры, оставив за собой обыденную жизнь, и отправились навстречу новым приключениям. Впереди их ждали не только новые места, но и время, проведенное вместе, что было особенно ценно для обоих. «Ой, а я чуть не пропустила, как вы уехали». Возле подъезда к ним навстречу шла соседка Ирина. Максим вызвал такси, а Егорка побежал к тете Ире и обнял ее за ноги. Она ласково потрепала малыша за волосы. «Ну что, малыш, готов к путешествию и новым впечатлениям?» «Конечно, готов!» «Еще как готов!» Мальчик даже начал прыгать от нетерпения и волнения. «Тетя Ира, а ты с нами разве не полетишь?» «Пожалуйста, давай с нами!» Умоляюще смотрел он на молодую женщину. «Егорка, да я бы с радостью с вами полетела!» «Но ведь мне на работу нужно, отпуск еще не скоро!» Ответила соседка. А затем взглянула на Максима и встретилась с ним взглядом. «Конечно, он не звал ее с собой!» «Да и зачем?» «Кто она им такая?» «Просто соседка и бывшая воспитательница Егора!» «Хорошо вам отдохнуть!» «А ты, Егорка, слушайся папу и накупайся там, чтобы на целый год хватило!» Ирина улыбнулась после сказанного. «Спасибо, Ира!» Ирина улыбнулась в том, что она еще была студенткой. Ирина уехала, радостно воскликнул мальчик, нетерпеливо пританцовывая. «Все, Ира, нам пора!» Максим уложил сумки в багажник, а сына пристегнул в детском кресле. «Пока, тетя Ира!» «Я тебе ракушек привезу и камушков разных красивых!» Егор помахал тете Ире рукой на прощание. «Счастливого вам отдыха!» Помахала в ответ Ирина. Такси уехало, и Ира с замиранием сердца следила за ними, пока машина совсем не скрылась из виду. Ее взгляд задумчиво затуманился, а из глубины души вырвался тяжелый вздох. В ее сердце царили смешанные чувства, радость за близких и одновременно тревога за их благополучие. Она искренне радовалась, что отец с сыном наконец-то смогли выбраться на долгожданный отдых к морю. В последние месяцы их семья пережила много горя и испытаний. Но теперь казалось, что раны начали медленно заживать. Ира думала о том, как важно поддерживать друг друга в трудные времена. И ее сердце согревало мысль о том, что, несмотря на все испытания, они смогли сохранить теплые и дружеские отношения. Ирина верила, что этот отпуск поможет Максиму и Егорке отвлечься от повседневных забот, обрести новые силы и вернуться домой с новым запасом энергии и оптимизма. В ее сердце поселилась надежда на лучшее будущее для их семьи, и она прекрасно понимала, чтобы эти отношения и дальше были дружескими. Нельзя ни в коем случае признаваться Максиму в своих чувствах. Она уже давно горячо и безответно его любила. Возможно, мужчина даже догадывался о чувствах соседки, но виду никогда не подавал. Все его мысли последние два года были заняты погибшей женой, которую он очень любил. Просто безумно любил. И вот, наконец, оно. Море. Максим улыбался, глядя, как радуется на морском побережье его сын. Мальчик был на море первый раз в жизни. Он весело носился по побережью, свизгом забегая в море, разбрасывал песок, резво плескался в соленой воде, с азартом искал разноцветные камушки и ракушки. Они арендовали номер в приличном отеле. Здесь же был и ресторан с хорошим детским меню, так что с готовкой пищи проблем не было. Накануне путешествия Максим съездил к педиатру, и проконсультировался с ним относительно витаминного комплекса для сына. На пляже отец неотрывно следил за своим сыном, чтобы тот всегда был в панамке, защищающий голову от палящего солнца. Отец с сыном купались, загорали и даже успели покататься на красивой яхте с парусами. Сынишка был просто на седьмом небе от счастья. Сегодня Максим с азартом рассказывал о дельфинах, которые обитают в морских глубинах. Егор с восторгом впитывал каждое слово отца, с открытым ртом слушая истории о загадочных морских созданиях. В его глазах загорался огонек мечты, и он страстно хотел увидеть дельфинов собственными глазами. Пляжные дни текли спокойно и размеренно. Волны мягко накатывали на берег, а солнце ласково согревало их обоих. Отец и сын наслаждались каждым мгновением, проводя время вместе. Их отдых был наполнен радостью и безмятежностью, и, казалось, ничто не могло нарушить это идеальное лето. Но судьба уже строила свои коварные планы. «Папа, папа!» От приятных мыслей Максима отвлек резкий крик сына. Егорка, запыхавшись, подбежал к нему, и он в этот момент был растерянным. «Что случилось, малыш?» — с улыбкой спросил отец. «Тебе еще мороженое купить? Немноговато будет за один день?» «Папа, послушай!» — снова вскрикнул мальчик. В его глазах заблестели слезы. «Мама, там! Там наша мама!» «Что ты говоришь такое?» — нахмурился Максим, думая, что ему послышалось. «Мамочка! Там наша мама!» Ребенок, вытянув ручку, показывал куда-то за спину отца. Она вернулась. Она не умерла. Медленно, будто в дурном сне, где позади тебя притаился монстр. Но ты, увы, догадываешься об этом слишком поздно. Максим обернулся. «Что за ерунду говорит мой сын?» — подумал он. «Ведь этого, конечно же, просто не может быть. Ведь любовь всей его жизни умерла. Ее больше нет. Никаких ошибок быть просто не может. Он и сын лично присутствовали на ее похоронах. И до сих пор несколько раз в месяц ездят на кладбище. Кладут цветы у ее памятника, с которого она улыбается им с фотографии, разговаривают с ней, рассказывают о своей жизни. Так как такое возможно, чтобы его мальчик увидел ее здесь?» Максим обернулся. И его глаза расширились в шоке. То, что он увидел перед собой, было похоже на какой-то фантастический сон. Максим резко вскочил и пошел, прямо так босиком, даже не обувшись. Он шел по раскаленному солнцем песку, не чувствуя этого. Его сердце билось настолько сильно, что казалось, вылетит сейчас же из груди. А в голове набатом билась только одна мысль. Как? Как такое возможно? И вот он уже на расстоянии пары шагов от нее, он хватал ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Не в силах закричать, Максим просто стоял и смотрел. Спустя минуту он все же опомнился и взял себя в руки. «Простите, пожалуйста», — обратился он к ней. От волнения он даже начал слегка заикаться. «Вы так похожи на мою покойную жену. Просто копия. Извините, ради бога, можно узнать, кто вы на самом деле?» Черты лица таинственной особы на пляже казались более резкими, а губы были более пухлыми и выразительными. По крайней мере, так Максиму показалось в эту секунду. «Похоже на вашу жену?» — наконец ответила женщина приятным бархатистым голосом, который также был не похож на голос Ларисы. Затем она прищурилась и поджала губы. «Я вам очень сочувствую. Меня зовут София. И ваша покойная жена Лариса была моей родной сестрой». К такому повороту событий Максим не был готов. Услышав новость, он едва удержался на ногах. Как удалось не упасть на месте, он сам не мог объяснить. Сердце у него колотилось, как сумасшедшее, а голова кружилась так сильно, что казалось, вот-вот потеряет сознание. В отчаянной попытке удержаться от падения он вытянул руку и схватился за ближайший шезлонг, чувствуя, как холодный металл впивается в его ладонь. Весь мир вокруг него словно пошатнулся, краски потускнели, и все звуки стали приглушенными. Мужчине пришлось приложить все усилия, чтобы в этот момент не поддаться панике и сохранить хоть каплю здравомыслия. «Родная сестра?» «Но это просто невозможно». «Как это сестра?» спросил он шокированно. «Но ведь у Ларисы не было ни сестер, ни братьев. Она была единственным ребенком в семье». «Оказывается, сестра все же была», ответила блондинка, и по губам ее скользнула горькая усмешка. «Просто мы наше родство предпочитали не афишировать. Но как? Как это возможно? Откуда? В смысле, почему? Простите, но я что-то не понимаю. Зачем ей было скрывать от меня наличие сестры? Какой в этом смысл? Тем более мы доверяли друг другу и никогда ничего не скрывали. Да тут все сложно и долго рассказывать. История довольно запутанная», хмыкнула она. Затем подхватила с лежака пляжное платье и натянула его через голову. «А вы что тут делаете, кстати?» «С сыном в отпуск приехал», ответил Максим. «Давно уже собирались, и вот только сейчас получилось». И тут вдруг он осознал, что Егорки рядом нет. Когда он шел к Соне, мальчика оставил без присмотра. Никогда такого безобразия, как упустить своего ребенка из виду вне дома или детского садика, не позволял, но сейчас позволил. И Максим бы успел страшно испугаться, если бы прямо сейчас не понял, что Егор уже подошел к ним. Тихонько так. Егор незаметно приблизился. «И просто замер на месте», смотрел внимательно и пронзительно. И хотя мальчик еще ничего не сказал, но Максим точно знал. Сынок уже понял, что обознался. Он боялся того, что может произойти дальше. Ведь это очередное разочарование для ребенка. Мальчик так хотел верить в чудо, и что мама может быть живой. «Нет, вы не моя мама», как в подтверждении его мыслей сказал ребенок. «Нет, малыш, ты обознался. Я просто похожа на твою маму», вздохнула Соня. «Так вы хотите поговорить со мной?» повернулась она к Максиму. «Наверное, придется таки все нам обсудить и рассказать вам некоторые подробности жизни Ларисы, о которых вы совсем не знаете». Они направились в сторону пляжа, где совсем рядом оказалось уютное кафе. Максим и его сын Егор решили остановиться там. Сначала отец думал отвезти сына в отель, чтобы обсудить важные вопросы наедине, но затем он передумал. Егор уже был достаточно взрослым, чтобы понимать сложности жизни. Тем более после смерти матери, по мнению отца, сын стал еще более зрелым и способным воспринимать серьезные темы. И вот они сидели напротив друг друга за столиком в кафе, где слышался шум прибоя и крики чаек. Максим чувствовал, что предстоящий разговор будет непростым. Он знал, что должен быть честным с сыном, несмотря на сложность обсуждаемых вопросов. В глазах Максима читалась тревога. Но вместе с тем и уверенность, что его сын сможет справиться с правдой, какой бы тяжелой она ни была. «Наверное, я начну первое», — прервала тишину Соня. «Я вам все расскажу, а вы потом, если останутся какие-то вопросы, можете задать их мне. Я отвечу на все, что вас интересует». Эти события произошли давно, более тридцати лет назад. И вот два любящих друг друга человека, проведя вместе пять лет в браке, вдруг осознали, что их яркие чувства куда-то испарились, а любви в паре больше просто нет. После долгих размышлений и разговоров они приняли непростое решение — развестись. На тот момент у них было две маленькие дочери, которым не исполнилось и трех лет. В процессе развода случилось нечто неожиданное. Муж и жена решили разделить девочек. Одна осталась жить с мамой, а другая — с папой. Мать Людмила вместе с дочерью уехала далеко в другой город, оставив прежнюю жизнь позади. А отец с Соней остался в их родном городе, уютно расположенном у самого моря. Время текло, словно песок сквозь пальцы, и девочки подрастали. Судьбы их развивались отдельно друг от друга. Каждая шла своим путем, не зная, что готовит им будущее. Родители не думали о том, что с сестрам нужно общаться, не способствовали этому, по сути, не поддерживали родственные отношения, но и не препятствовали общению дочерей. Иногда девчонки созванивались, писали друг другу письма. Но это было редко. Два раза за все время они даже встречались в родном городе Софии. Тогда Люда с дочкой Ларисой приезжали на несколько недель в их родной город, и они с Соней ходили купаться на море, ловили креветки, встречали закат, плескаясь в соленых волнах. Но прошло время, общение становилось все реже, и постепенно сошло на нет. Спустя время они стали абсолютно чужими, желания общаться и встречаться у них больше не было. Но Соня знала, что ее сестра вышла замуж, и что у нее есть сын. Знала, что Лариса безумно счастлива в браке. Слышала это от отца, по крайней мере. Сама же Соня до сих пор так и не вышла замуж, и не родила ребенка. Она много работала и полностью посвятила себя карьере. И строить свою личную жизнь пока не торопилась. Несхожесть сестер обнаруживалась и в сфере профессиональной деятельности. Соня стала успешным врачом-косметологом. У нее было много клиентов. Отличная репутация. А Лариса работала в бухгалтерской конторе. Любила заниматься документацией и отчетами. София не приехала провести сестру в последний путь. Просто не посчитала нужным. Максим с тяжелым сердцем слушал исповедь этой молодой красивой женщины, которая была удивительно похожа на его жену. И в то же время была совершенно другой. Да у него просто в голове не укладывалось, как такое возможно. И почему молчала не только жена, но и пока жива была, теща. Что касается других родственников, которые могли поведать ему об этой семейной тайне, то их просто не было, поскольку мать Ларисы воспитывалась в детском доме. А после развода с мужем уехала далеко из родного города, в котором так и не сложилась ее супружеская жизнь. А с друзьями все связи были разорваны. Она полностью прекратила общение с мужем и их общими знакомыми. «Надеюсь», — прибавила в конце своего повествования София, «вы не собираетесь мне читать нотации? Мол, почему не приехала после смерти сестры? Почему никогда не интересовалась ее жизнью? Нет, не буду», — тихо сказал Максим, все еще пытаясь осознать услышанное. «Я понимаю, что вы же как бы и не были обязаны этого делать. Ваше общение с сестрой давно прервалось. Она даже никогда не рассказывала, что у нее есть сестра. Но неужели вам никогда не было интересно еще раз увидеться с сестрой, познакомиться с племянником, возобновить общение во взрослой жизни? Ведь это родная душа. Не знаю даже, что вы обо мне подумаете, но все-таки отвечу честно. Нет у меня такого желания. И никогда не возникало. Как, впрочем, и у нее тоже. Иначе бы в нашей жизни было все по-другому. Ей уже предъявить нечего, но и я не чувствую своей вины. Так уж сложилась наша жизнь», — грустно улыбнулась Соня. «Но раз так распорядилась судьба, что мы встретились с вами здесь, на этом морском побережье, я думаю, что это неспроста. И если думаете, что этому мальчику, на этих словах пальцем указала на Егора, пойдет это на пользу, то можем куда-то сходить, пообщаться, узнать друг о друге больше. Ну, даже не знаю, куда сейчас дети ходят, на аттракционы, или в зоопарк, может быть. «Думаю, это неплохая идея», — ответил Максим. Но ему было нужно время, чтобы осознать, что в его жизни появилась эта женщина, удивительно похожая на его жену. Они еще какое-то время пообщались. Максим еще спросил об отце Ларисы и расстроился, услышав, что он уже давно умер от болезни сердца. От сердечной недостаточности умерла и их мать. «Как же так», — подумал он, «что за злая насмешка судьбы, что оба этих человека которые когда-то были несчастливыми супругами, вот так равно, буквально один за другим ушли из жизни и оба от сердечных приступов? И кто знает, что могло случиться, если бы родители сестер оставались живыми до сих пор? Может быть, еще бы прошло немного времени, и они бы, наконец, поняли, как это все неправильно. Вот так разделяться семье. И они наверняка нашли бы в себе силы, если и не начать все сначала, то хотя бы начать сближаться или встречаться. Как знать? Одно точно ясно, что в этой семейной истории судьба точно заигралась в свои бессердечные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok